Троянский конь, а не квартира. Из-за подаренного администрацией жилья многодетная семья лишилась всех своих денег. Самое главное, что и квартира-то бесполезна. Администрация выделила ее семье Ремневых в 2003 году, но они не прожили там ни дня. Это просто невозможно, так как квартира для проживания непригодна. Но зато, как выяснилось сейчас, все 14 лет за эту квартиру исправно начисляли квартплату. И в этом году эти деньги у многодетной семьи решили отобрать. Коммунальщики подали в суд, так как с матери шестерых детей, живущих в съемной квартире, взять особенно нечего. У нее стали арестовывать социальную карту, причем арестовывают каждый месяц, иногда аж по два раза. Судебных приставов прекрасно знают, что это карта соцзащиты. Я в каждый кабинет принесла по справке из соцзащиты, то, что это у меня карточка соцзащиты. В итоге у меня постоянно арестованы счета, а в итоге у меня дети всегда находятся без денег, потому что на меня жилищник подает в суд за квартиру, в которой мы ни дня не нежили, вообще даже и не проживали, потому что квартира находится в аварийном состоянии. Вот зал, вот все обрушено, потому что течет крыша, рухнул потолок, вот оконные косяки. Главное, не знаю, здесь ни кранов, кранов здесь нету, чтобы посмотреть даже вообще, есть ли здесь вода. Света здесь тоже нету, вплоть до того, что даже, вот, пожалуйста, здесь даже этого нету, самого счетчика, который свет дает, все отрезано и все вырвано. До сих пор приходят квитанции, мне насчитывают по 1000 рублей в месяц. За квартиру полностью, как бы-то, у меня выходит 8500, за двухкомнатную квартиру, в которой нету ничего, ни воды, ни света, ни газа, ни холодной воды, ни горячей воды, ни канализации. Это моя квартира, которую мне дали, как многодетной маме троих детей. Я ее получила от администрации еще 14 лет назад, эту квартиру. 13 лет я спокойно себе, приспокойно жила, когда написала заявление, то, что я здесь жить не буду. Спокойной душой мы уехали, а оказывается, все это время нам за эту квартиру с того года начали начислять за все года долги. Общая задолженность около 400 тысяч. А почему вы не платили? Ну, потому что я написала заявление, во-первых, здесь жить невозможно, здесь нет ни садика, здесь нет ни школы, здесь нет транспорта, чтобы ходил хотя бы там раз в час с маленькими детьми, здесь просто жить невыносимо. Общий долг у меня по коммунальным платежам около 400 тысяч. Жилищная компания сказала, что вы все равно будете за это платить. Карточку арестована и у меня, и у старшего сына, и у второго сына. У меня эта карта была для стипендии. Мы же по одной прописке-то живем, мы же все вместе живем. И они одновременно на всех подают в суд, и одновременно у всех на одну сумму арестованы деньги. Сибербанк взяла выписку, 13 арестов было наложено в этом году на детскую карту. Там написали, что карта социальная. Справки я уже в каждый кабинет привезла. Судебный пристав, конечно, при таком количестве должников не может вас одну запомнить. А вот у вас там как-то это, к сожалению, не от меня это зависит. Да, такая проблема есть, с этим сейчас разбираются, но пометить возможности нет. Как вам арестовываются, вы опять подтверждаете. Но я так поняла, пристав вас уже знает. Меня уже все знают. По телефонному звонку можно это решить, обозначить себя. Судебный пристав среагирует. Представители местной домоправляющей компании непреклонны в своем требовании вернуть деньги. Правда, комментировать они это не хотят. В местной администрации говорят, что может быть заявление об отказе от квартиры и коммунальных услуг и было написано Наталье Ремневой. Но написанное за 13 лет оно куда-то потерялось, а с 2003 года весь состав администрации поменялся. В соответствии с жилищным кодексом у нас ни наниматели, ни собственники жилых помещений, которые не проживают, они не освобождаются. От уплаты коммунальных каких-то услуг или чего-то там нет. Только если вот в ее случае она может быть освобождена водоснабжением, водоотведением, электроснабжением. Это всем понятно, что она этим не пользовалась. То, что ей начисляли все это по нормативу, это просто следствие того, что в свое время, если бы вы обратились, вот акт составили о том, что непригоден для проживания и сказали, что я вот там не живу, например, по водоснабжению. Ну вы обратились, наверное, тогда, в 2003 году. Но я не могу вам сказать. Если у вас документ хоть какой-то есть, что там всего этого не было, пожалуйста, вам, я думаю, сделают перерасчет. Кстати, теперь у Натальи Ремневой остался только один вариант. Через суд с привлечением соседей доказывать, что она в этой квартире не проживала. А пока идет этот процесс, ей так и придется ежемесячно снимать аресты со своей социальной карты.